Обыск в Dragon Capital возмутил премьер-министра. По его мнению, это может повлечь проблемы в работе инвест-компании. Владимир Гройсман поручил правительственному уполномоченному разобраться в причинах действий СБУ. А на самом заседании кабинета министров, где собственно и было отдано это распоряжение, сегодня говорили о реформе госслужбы, ремонте дорог и монетизации субсидий. На десерт министры оставили зарплату руководства нациоагентства по противодействию коррупции. Подробнее расскажет Ирина Романова. Минута молчания в памяти чернобыльской трагедии и к насущным вопросам. Глава у Крафтодора рассказывает, какие направления его контора собирается довести до ума в этом году. Сетует на то, что в прошлом треть отремонтированных дорог не соответствовали стандартам. И обещает создать их полицию, которая будет следить за качеством работ подрядчиков. У них есть термин в рамках гарантии до конца травня усунят все техничные дефекты. Без походжения с центральным накладом якости не будем платить за выполнение работы. Вы увидите, через 5 лет дороги будут совсем меньше. Будут нормальные дороги. А еще плюс 5 лет, и вообще будет ситуация достойная. Мы будем пишаться украинскими дорогами. От ремонта дорог к обещанной правительством монетизации. Приблизно около 1,5 миллиона украинских родин, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получают в ближайшее время до 700 гривен готовкой. Деньги в казне есть, компенсации люди получат до 1 сентября, уверяет в Кабмине. Поговорили сегодня и о реформе госслужбы, которая стартовала в мае прошлого года. Определились с приоритетами на 2017-й, тем более, что вот-вот подоспеют обещанные ЕС деньги. Мы получили на поддержку этой реформы 90 миллионов бесповоротной технической допомоги Европейского Союза, которая будет в первый транс, который мы получим уже в травме этого года. 9 министерств в первую очередь будут реформированы. Я думаю, что мы уже в осень выйдем на это решение. И тысячу фаховцев мы приведем новых в работу в украинских министерствах и в украинском уряде. На десерт министры решили послушать доклад о том, как в прошлом году реализовывалась антикоррупционная политика. Но не тут-то было. Наталья Миколаевна, где вы? Что? А кто же будет доповедь делать, если не появилась? Наталья Миколаевна, прийдите, сделайте доповедь. Другий раз на заседание уряду, другий раз керевник данного агентства не заявляется на презентацию этой доповеди. Зато накануне, сообщает его коллега-министр внутренних дел, он получил от главы на ПК письмо, в котором Наталья Корчак требует провести служебное расследование деятельности своего зама Руслана Радецкого и отстранить его от работы. Еще одно обращение адресовал Авакову нардеп Сергей Лещенко. Попросил проверить, обоснованно ли Корчак и Радецкий. В октябре прошлого года получили огромные зарплаты. Более 200 тысяч гривен каждый. Я свою думку, что до керевництва агенции сказал, мне кажется, что просто керевник не в адеквате. Несмотря на заоблачные зарплаты, на ПК уже два месяца не может проверить декларации президента, премьера и членов правительства, напомнил министр юстиции и предложил внести изменения в законодательство, избрать новый состав агентства. Ирина Романова, Геннадий Никенко. Подробности телеканал Интер.